На библейский портал Экзегет поступил вопрос, когда помысел уже считается грехом и в нем нужно каяться. В книге Лествица довольно подробно расписана схема зарождения греха в человеке. Не всем людям эта схема удобна для практического применения, но все-таки нужно о ней сказать. Итак, зарождается сначала помысел, потом происходит сосложение, потом происходит пленение, возникает желание самого греха и уже дело, которое исполняется на практике. Иногда эта схема в мыслях проходит за доли секунды. Бывают случаи, когда человек вынашивает решение. Например, в романе «Преступление и наказание» Достоевский очень хорошо показал, как Раскольников шел к преступлению. От начала от мысли до самого убийства, греховного дела. Грехом не является только сам прилог. Вот когда к нам приходит какой-то помысел, а мы не можем сопротивляться этим мыслям, здесь человек не отвечает за это. В одном Патерике был такой пример приведен. Ученик беспокоился, переживал, что у него много всяких мыслей приходит от его падшей природы, от, может быть, дьявола. И старец сказал, вот мы с тобой идем сейчас по дороге. Можешь ли ты уклониться от ветра, чтобы он не касался тебя, твоей одежды, твоих волос? Нет, не могу отчим. Так же и помыслы не в нашей силе воспрепятствовать тому, что они к нам приходят. Но, добавил старец, в нашей силе и наша ответственность в том, чтобы с этими помыслами не соглашаться. И вот для нас, особенно для людей мирских, очень важно учиться моменту согласия или несогласия с этими помыслами, точнее, внимания к этому моменту. Вот до тех пор, пока мы согласия не дали, мы не согрешаем. Ну, например, приходит помысл кого-то осудить, сказать о ком-то плохое слово, над кем-то посмеяться, кого-то обмануть. А дальше мы решаем. Человек решает, сделать это дело или отогнать мысль и не согласиться с ним. И вот по этой схеме, когда человек происходит это сосложение, то есть сплетение твоих мыслей с греховными и помыслами. Дальше постепенно дьявол двигает человека в сторону самого дела. Потом идет пленение, потом принимается решение. И, наконец, уже только внешние обстоятельства. Но если вот изучать опыт святых отцов, они говорят, на каждом этапе можно остановиться. Вплоть до того, что когда человек уже согрешил делом, ни в коем случае нельзя отчаиваться. Потому что первый плод греха – это отчаяние, которое связано с неверием в милосердие Божие. То есть дьявол очень умело толкает нас на грех, сначала показывая человеколюбие Божие до грехопадения, после него он показывает Божие правосудие. То есть когда человек, как говорится, очухается, дьявол его забрасывает помыслами о том, что ты не будешь прощен, ты слишком сильно согрешил. Господь не только любовь, он еще и правосудный судья. И ты отвечаешь перед ним, как его творение. И вот лучше, конечно, не грешить. Это еще раз тысячекратно повторяем. Люди, бойтесь греха. Потому что плодом любого греха будет очень тяжелое состояние на душе. Будет уныние, будет депрессия, будут всякие тревожные мысли. Вы потеряете внутреннее спокойствие. То есть этот механизм, он прописан. Но вопрос, а почему люди грешат? Ну потому что мы поражены грехом. Потому что наша природа, как вот говорят, древесина, которая сама из себя производит червей, или ржавчина, которая рождается на железе. Но также наша поврежденная природа без благодати Божией, она постоянно рождает грех и разрушение самого себя. Поэтому мы призываем всех людей приходить в церковь, воцерковляться, для того, чтобы начинать исцелять свою поврежденную грехом природу. И без благодати Божией, без Его всесильной помощи мы исцелиться не можем. Это касается наших мыслей. То есть когда мы учимся молиться, когда мы участвуем в таинствах, когда мы понуждаем себя на добрые дела, наши мысли очищаются. И очень часто мы обращаемся к Богу с молитвой. Например, сердце чисто, созижди о мне Боже. То есть, Господи, ты мое сердце сам как-то очисти, его измени, умягчи, сделай добрым, сделай сострадательным. И также ум, который у нас постоянно напитан всякими греховными помыслами. Ну как нам от этого состояния избавиться? Своими силами мы не можем это сделать. Мы можем это делать только с помощью Божией. Только призывая Бога в помощь. И главным препятствием, почему Господь к нам не приходит, является, конечно, грех. И вот в вопросе о том, как зарождается грех в мыслях, и когда человек отвечает уже за греховные действия, есть один простой ответ. Когда он дает согласие. Как только человек сказал «да» греху, всё, наступает ответственность. И, соответственно, за это «да» идёт расплата. Очень тяжёлые, очень страшные. Поэтому сделаем вывод, подведём итог всему сказанному. Будем бояться греха, с одной стороны. А с другой стороны, будем помнить, что всякий грех зарождается в мыслях. И, как говорится, от грошовой свечки сгорела Москва. Если бы эту свечку затушили вовремя, Москва бы осталась деревянной. Если мы вовремя греховный помысл с помощью молитвы, крестного знамени, уничтожим, то греха дальше не будет. Но эта история, эта истина, эта методика, она известна только христианам, которые всё-таки погружаются в себя, которые живут именно этой внутренней жизнью. И хотя внешнее поведение у многих людей достаточно безупречное, а вот наши мысли, наши чувства и наши желания – это вот то поле, которое будет до конца жизни невозделано, где нам останется очень много работы, и мы всё сделать не можем, не сможем. Но Бог будет нас судить не за результаты, не за масштаб, а за то, что мы могли сделать и не сделали. Поэтому будем стараться свои мысли держать в порядке, и при первой возможности, когда мы чувствуем, что грех заползает в наше сердце и в наш разум, когда наши мысли начинают отклоняться куда-то в сторону греха, будем останавливать их с помощью Божьей и нашего, конечно, старания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...